Ветеранские организации Московской области, для которых руководящим и координирующим органом является Президиум Совета, объединяют в своих рядах членов 13 региональных обществ. Самое массовое из них – объединение ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Выездные заседания Президиума проводятся в муниципалитетах в плановом порядке. На них обсуждаются жизненно важные для людей пенсионного возраста темы. В Щелкове члены Президиума обсудили благоустройство и формирование современной комфортной среды в бывших военных городках. Очень важно то, что и лично губернатором Московской области Андрею Юрьевичем Воробьевым, нашим правительством, Московской областной думой при поддержке Министерства обороны и федеральных структур сделано за последнее время для того, чтобы реализовать программу. Я бы ее даже назвал так по-своему, это программа «Наш военный городок», который должен быть в том состоянии, что мы могли бы гордиться тем, как там созданы условия, какие там возможности для людей, защитников нашего Отечества, кто посвятил этому делу, служению Родине всю свою жизнь. Необходимость контроля благоустройства военных городков, как отметил Виктор Пихкуль, имеется еще и потому, что территории, где проживают семьи бывших военнослужащих, повсеместно переходят в ведение муниципалитетов. В Щелкове таких военных городков много. Приведение этих территорий в благоустроенное состояние для местной власти – одна из приоритетных задач, подчеркнул выступивший на заседании по поручению главы городского округа, его советник, ветеран правоохранительных органов, почетный гражданин Щелковского муниципального района Владимир Канахин. Почелок Клюквенный, где тоже военный городок, который, в общем-то, даже если на сегодняшний день котельная на угле или на соляре, вы сами понимаете, а на следующий год, когда есть же комиссия, приедет туда, они просто увидят другое преображение, потому что на сегодняшний день там отыгран аукцион, идут строительные работы, там не просто будет жилой городок, но там будут все объекты, соцобъекты. Это школа, детский сад, плавательный бассейн, торговый комплекс, автопарковки, детские игровые площадки и всему подобное. На заседании также выступил председатель Совета ветеранов городского округа Щелково Борис Дудик. Он рассказал о деятельности местных ветеранских организаций, в том числе о создании ветеранских ячеек и числа пенсионеров, проживающих в бывших военных городках. По окончании заседания члены Президиума Совета ветеранов проехали в мемориальный комплекс «Аллея памяти», где возложили цветы к вечному огню. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.